Итак, дорогие друзья, сегодня у нас с вами 15-я глава Евангелия от Луки. Я в прошлый раз начал очень важную тему, которая нашла очень много откликов. То есть она была очень интересна для многих, и сегодня я решил ее продолжить. Собственно говоря, тема коллективная ответственность. И, конечно, никому не хочется нести коллективную ответственность за других людей, которые себя неправильно ведут. А ты почему-то должен за это страдать, ты должен мучиться. Но давайте рассмотрим, вообще существует коллективная ответственность или нет на примере Библии. Итак, иудеи неправильно встретили Иисуса Христа. Иудеи отвергли его и распяли. И среди вот этих неправильных людей, среди фарисеев, книжников, священников, царей, были также и хорошие люди. Были те, кто приняли Иисуса Христа. Были его ученики. Казалось бы, они-то почему должны страдать? Они же все правильно сделали. Они, наоборот, продолжили дело Иисуса Христа, приумножение Евангелия. Но давайте посмотрим, что же все-таки произошло. Эти люди, как и все остальные иудеи, через некоторое количество времени потеряли свое государство. Их столица, для многих родной город, был разрушен, был уничтожен. И все эти замечательные люди, все эти замечательные христиане отправились в рассеяние, как и другие евреи. Многие из них оказались в Риме. И все эти христиане, иудейские, потеряли свое государство на две тысячи лет почти. То есть, это, хочешь не хочешь, но коллективная ответственность. Они понесли фактически такое же наказание, как и другие иудеи. Более того, находясь в Риме, в Римской империи, они подвергались гонениям, они подвергались пыткам, они подвергались уничтожениям. Их преследовали, хотя они поменяли, казалось бы, и веру, и стали христианами, но они оставались евреями. И они подвергались преследованиям чуть больше двухсот лет. Почему? За что? До 313 года, когда Константин объявил всю Римскую империю христианским государством. Тогда, наконец, преследования прекратились. Несмотря на то, что они, казалось бы, бежали даже из своей страны, переселились в другие государства, но преследования их продолжались. И их мучения и страдания продолжались. То есть, для нас это очень серьезный опыт и пример, что если мой народ уходит от Бога, если мой народ не признает Иисуса Христа, если мой народ отвергает и так себя ведет, то страдать будут все, увы. И я такой замечательный, такой чудесный, вместе с моим народом. Коллективная ответственность, тем не менее, существует. Но что хорошего с другой стороны мы видим? Все эти страдания происходят здесь, в этом физическом мире. В духовном мире, к счастью, этого не происходит. То есть, в духовном мире нет коллективной ответственности. В духовном мире, если ты принял Иисуса Христа, да, здесь ты можешь страдать, но Царствие Небесное для тебя открыто, потому что ты принял Иисуса Христа, ты присоединился к Его Церкви, и ты имеешь жизнь вечную вместе с другими присоединившимися к Церкви, людьми из всех народов и всех времен. И это очень ободряюще, очень замечательно для нас. В 15 главе как раз говорится о том, что для Бога важен каждый человек. Да, он может страдать в этом мире, но тем не менее, Бог его ищет, Бог его спасает для вечной жизни. И вот, 15 глава, «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». То есть, здесь как бы еврейский народ делится на две части. Есть нехорошие люди, грешники, мытари, и есть такие идеальные, замечательные фарисеи. И вот эти фарисеи осуждают грешников и мытарей. И правильно делают, потому что они-то хорошие, а те плохие. И удержаться от осуждения невозможно. И вот реакция Иисуса Христа. Иисус Христос рассказывает притчу. Он говорит, у одного пастуха было стадо, было сто овец, и вот одна всего овечка заблудилась. И что делает пастух? Он оставляет все свое стадо, но я думаю, не просто так, чтобы волки за это его сгрызли. Там наверняка были еще кто-то, были собаки охраняющие, а сам пошел искать овцу. И вот он ее ищет, 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 находит наконец. Берет ее не просто так, а на шею взваливает и тащит обратно в стадо. Какая здесь для нас очень важная информация? Во-первых, есть очень много хороших, порядочных людей. И есть люди, отбившиеся от стада. Есть люди бодливые, своевольные, своенравные, которые убегают от Бога, убегают от Иисуса Христа. Но радостная весть в этом, что Бог нас не оставляет в таком положении. Он нас ищет и старается вернуть обратно. И он нас ищет, и если находит, то берет себе на шею и несет обратно. Есть такая плохая история, я в нее не верю, думаю, что это неправда, что пастух, если вот эта овца продолжает вот так вот бегать все время, чтобы облегчить себе жизнь, он ей так аккуратно ножку ломает, а потом скрепляет, чтобы она срослась. Но, тем не менее, какое-то время эта овца становится инвалидом. и вот она вынуждена никуда не убегать, она понимает, что она травмирована, и она все время ходит за пастухом. И потом, через некоторое время, эта ножка зарастает, исцеляется, но эта овечка продолжает также ходить за пастухом, никуда не убегая. Ну, к Богу, конечно, я понимаю, такое относиться не может, Бог нам ножки ломать не будет, потому что он добр, благ и милостив. Это так вот. История просто есть такая, среди пастухов ходит. И самое главное, что мы в этом видим, в этой притче. Иисус говорит, ангелы на небесах, все радуются. Во-первых, этот пастух ужасно радуется, что он нашел эту овечку. И ангелы на небесах тоже очень радуются, что эта овечка нашлась. И кто такие вот эти 99 положительных овец? Ну, некоторые говорят, ну вот, фрисей, судукей, ну, многие люди, они хорошие, но мы знаем с вами, что среди людей нет ни одного абсолютно положительного, абсолютно хорошего, который бы сидел в стаде. Все мы пытаемся куда-то разбрести, все мы пытаемся что-то не так сделать и уйти от Бога, от Его присмотра, потому что у нас есть свои желания, которые не всегда совпадают с желаниями Бога. Нам хочется самостоятельности, нам хочется чего-нибудь такого эдакого, чего Бог не хочет, не одобряет. И вот мы чуть не уследил, уже где-то бегаем, уже ищем что-то запретное. но большинство богословов считает, что все-таки речь идет о людях и об ангелах, что ангелов много и ангелы никуда никогда не уходят, но вот часть ушла, треть, а две трети остались с Богом, абсолютно идеальные, абсолютно послушные, а вот человек, он подобен вот этой овечке, которая все время норовит куда-то убежать. и вторую притчу также Иисус рассказывает о Драхме, о том, что женщина потеряла Драхму, эта Драхма куда-то закатилась и женщина никак не может ее найти. И вот она начинает ее искать, она зажигает свечу, берет веник, начинает все выметать, подметать и в конце концов эту Драхму находит и очень радуется. Драхма на самом деле это маленький такой кусочек серебра. Он достаточно дешевый был, но это серебро, это ценность. И соответственно эта женщина находит этот Драхму, она собирает вообще кучу народу, своих подруг, и они вместе празднуют, съедая при этом наверное больше, чем стоила эта самая Драхма. Но это опять символ, мы понимаем, что это символ того, что Бог радуется. Теперь посмотрите, как интересно происходят поиски этой Драхмы. То есть она зажигает свечу, и свеча богословы считают, что это символ Евангелия. И эта свеча нужна не столько для Бога, сколько для человека, чтобы он видел, где он находится, в каком месте. И затем берется веник, и весь мусор, вся неправда, которая окружает эту Драхму, этого человека, выметается, человек очищается. И когда он очищен, то тогда его легко найти. И соответственно Господь радуется. Почему вот этот человек, хозяин, пастух, или эта женщина, они больше радуются не о тех монетах, которые у них не пропали. Вот по идее сели бы и сказали, эх, да подумаешь, там одна монетка маленькая пропала, но девять монет-то со мной съела бы радовалась. Нет, она не радуется тому, что имеет девять, она радуется тому, что нашла одну. Тот же самое пастух как-то странно себя ведет. Он бы радовался, но девяносто девять-то овец со мной. Ну, одна овечка пропала, ну, подумаешь, ничего страшного, убыток минимальный. Но он чрезвычайно радуется именно тому, что он нашел эту овечку. И здесь сказано, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках не имеющих нужды в покаянии. Вот это ключевое слово. Дело в том, что если человек считает, что он абсолютно правильно себя ведет, он абсолютно правильно живет, он не кается. Если человек считает себя праведником, то он совершенно не думает о необходимости покаяния. но все мы совершаем неправильные и неправедные поступки. Все в той или иной степени осознанно или неосознанно, но мы где-то согрешаем. И что самое интересное, я заметил по себе, что иногда нам кажется, что мы поступаем абсолютно правильно, абсолютно идеально, и только годы спустя, когда начинаешь вспоминать свою прожитую жизнь, вдруг понимаешь, а здесь я ведь был неправ. Но у меня такое впечатление были закрыты глаза на вот этот мой грех. Я считал, что я абсолютно правильно поступаю, и сейчас, только спустя много лет, я вдруг понимаю, что я был неправ. И вот этот опыт мой показывает, что мы должны каяться часто, я бы сказал, даже постоянно. Для этого и дается нам причастие, чтобы ежемесячно как бы напомнить нам о необходимости покаяния. Это чрезвычайно важный момент. Праведник, который считает, что он настолько праведный, что ему ничего не нужно, может в результате своей гордыни и вот этой своей убежденности и не попасть в Царствие Небесное. Иисус пришел и он говорит, врач нужен нездоровым, но больным. И потом проводит тест. Ну, а теперь, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И вот эти все праведники, вот эти все мужи, уважаемые, все эти фарисеи, все эти священники, все эти знатоки закона, вдруг разворачиваются и уходят. и ни один не бросил камень в эту блудницу. О чем это говорит? Это говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все. Поэтому, дорогие друзья, мы должны понимать, что вот эти притчи о Дракме и об овечке об этой, они относятся к нам непосредственно. И поэтому мы должны каяться. И это самое правильное, что мы можем сделать. Итак, сегодня я хочу вам рассказать притчу о блудном сыне, которая у нас есть в этой пятнадцатой главе Евангелия от Луки. Одиннадцатый стих еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. Дело в том, что уже вот эти первые слова младшего сына является грехом. Потому что никогда имение не делилось, пока отец был жив. То есть, фактически, сын пришел к отцу и сказал, ты для меня мертв, поэтому часть причитающуюся мне, причем всю отдай мне сейчас. при живом-то отце. То есть, это было страшное оскорбление отца. Отец отдает причитающуюся ему часть имения. Этот сын берет эту часть и уходит. Причем, он уходит куда-то очень далеко, в далекую страну. И вот там, в этой далекой стране, очень быстро тратит все, что отец ему отдал. Проходит некоторое время, наступает голод, и этот сын начинает страдать. Что делать? Все друзья его разбежались, деньги все закончились, и он тогда нашел какого-то человека в этой стране, и, видимо, пришел к нему, говорит, ну, дай мне хоть какую-то работу. И тот дал ему работу, очень почетную и уважаемую, пасти свиней. И он пошел, начал пасти свиней, так вот, за эту работу ему даже еды не давали. То есть, он в проголодь там жил, и свиньи питались рожками, он был бы рад даже эти рожки кушать, но ему даже эти рожки свинские не давали. И вот он так страдал, мучился, потом в конце концов подумал, что я мучаюсь, у меня же все-таки есть отец, он же все-таки не мертв, хотя я так вот по-хански поступил с ним, конечно, это грех, поэтому я каюсь перед Богом и людьми, даже слуги там, даже рабы не страдают у моего отца, а у него всего вдоволь для всех, давай-ка я вернусь, покаюсь, и глядишь, отец меня примет как каким-нибудь слугой, потому что сыном я не достоин называться. и он возвращается, давайте на этом остановимся, пока. Итак, это притча, значит, здесь символы. Кто такой отец? Отец это Бог. А кто такой младший сын? Значит, там два сына есть, старший сын и младший сын. Старший сын послушный, младший сын непослушный. И можно сказать, что старший сын это те праведники, которые были в еврейском народе, а младший сын это мытари, грешники, те, которые ищут легкой жизни, и они уходят от Бога, уходят от своего отца и уходят куда-то очень далеко. Самое дальнее место от отца это место, где пребывает сатана. И вот естественно, когда человек уходит от Бога, он теряет все благословения, потому что все благословения у нас от Бога. И когда мы от него уходим, то мы все это теряем. Некоторое время внешние какие-то вещи еще сохраняются, но это ненадолго, потому что без Бога все у нас в любом случае очень плохо. От Бога у нас и финансы, от Бога у нас и здоровья, все дал нам Бог. И как нам Бог дал, точно так же он это может и забрать в научении, в наставлении для нас. И вот этот молодой человек видит, что так все плохо, и тогда он пристал к какому-то человеку жителю той страны. А кто мог быть жителем той страны? Какой-то бес. И он пришел к нему и говорит, дай мне работу, и тот дал ему естественно, какую работу бес может дать? Пасти свиней, потому что это для еврея была самая-самая ужасная работа, потому что свиней кушать было нельзя, это было нечистое животное, а тут вот их надо было пасти, о них надо было заботиться, то есть это явно такая сатанинская работа. И вот эта сатанинская работа, естественно, его даже прокормить не могла этого человека, он страдал и мучился, так что почти буквально умирал. И вот тут он вспоминает о своем отце, он вспоминает о Боге. И действительно многие люди вспоминают о Боге тогда, когда им плохо, вот тогда они вспоминают о Боге. И он говорит, вернусь к отцу моему. Но люди, которые уже нагрешили в своей жизни, они очень плохого мнения о себе. Многие из них говорят, даже я не буду возвращаться к отцу, потому что он меня все равно не примет. Я слышал много таких слов, а, что кается, что идти к Богу, я столько нагрешил, что Бог меня уже не примет. Я такой грязный, я такой нехороший, Бог меня не примет. И вот, к счастью, этот человек, он все-таки подумал о том, что надо вернуться, и самое главное, он преодолел свой стыд, он преодолел свою гордыню, он все преодолел, он встал и пошел к отцу. И вот, казалось бы, в обычной жизни отец уже давно махнул на него рукой. Ведь там написано, что не только отец умер для этого сына, когда он потребовал отделения, но и сын умер для его отца. Потому что он ушел далеко, и неизвестно, что с ним уже было, и как бы на него махнули рукой. Но не Бог. Бог стоял и все время смотрел и ждал. Вдруг сын все-таки вернется. И поэтому он издалека заметил сына, когда тот возвращается, и бросился сам ему навстречу. Он не послал слух, он не послал кого-то, он сам побежал ему навстречу и бросился ему на шею. И сын сказал, я согрешил против Бога и людей, прости меня, я такой, такой, такой. Вот. Но отец дает ему чистую одежду. Символически это чистая одежда Иисуса Христа. То есть мы отныне, когда каемся и принимаем Иисуса Христа, мы становимся чисты в глазах людей, в глазах ангелов, в глазах Божьих. Потому что мы носим одежду Иисуса Христа абсолютно чистую. И более того, он ему дает перстень на палец. Что означает собой перстень? Перстень это символ власти был раньше. То есть его носили мужчины не для красоты, как сейчас многие носят, а как печать. В этом перстне была печать, которой он скреплял документы. То есть это была власть в доме. И вот они возвращаются, и отец настолько радостный, что он устраивает пир. И он теленочка самого лучшего, самого откормленного, молоденького закалывает ради пира, ради праздника для своего сына. И в это время с работы возвращается старший сын. Усталый, целый день работал, слышит издалека там какой-то шум, радость, веселье, фейерверки стреляют. Думает, что такое, что происходит вообще? Наши победили что ли? Подходит ближе, смотрит, а это сын младшенький, негодяйчик. Вернулся, как ни в чем не бывало, совести у него вообще нет. Он там сидит за праздничным столом, может быть, даже по правую руку от папаши, радуется, веселится, кушает вкусного теленочка, которого он, старший сын, так тщательно откармливал, может быть, себе на свадьбу. И вообще ни стыда, ни совести в его глазах все сидят и радуются. И он, когда это увидел, 28 стих, он осердился и даже не хотел войти. То есть, вот так он осердился, говорит, вообще в дом не пойду. Почему? Не место, нам, двоим в одном доме, грешнику этому, негодяю, который отца фактически похоронил, ограбил его, отобрал у него кучу денег, потом взял и все это имущество еще и потратил. И вот я такой порядочный, я такой хороший, и я должен сидеть за одним столом, за этим негодяем и подлецом. Собственно говорят, так еврейском народе фарисеи, книжники, такие замечательные законники, священники смотрели на вот этих всех грешников. Они считали, что им не место, им вообще дали бы руки автомат, они бы всех там положили, чтобы очистить общество от всякой этой нечистоты и обузы. Ну, как вот и сегодня некоторые и считают, что вот автомата нам не хватает или что-нибудь потяжелее. Но отец, посмотрите, отец вышел не только к тому сыну младшему и побежал к нему, он вышел и к старшему сыну. И хотя он мог сказать ему, слушай, в конце концов, мой дом, кого хочу, того привечаю. Мое имущество кому хочу, тому даю. Все мое здесь, родной мой. Он говорит совершенно не так старшему сыну. Брат твой пришел, и я заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Здоровым имеется в виду, конечно, не только телесно, но и духовно. Раз он покаялся, значит, он исцелился духовно. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. То есть, представляете, он говорит, я тут пошу с утра до вечера, ты мне зарплаты не платишь, ты мне ничего не даешь, я вот просто так вкалываю на тебя и у меня тоже есть друзья, а ты мне даже козленка какого-то несчастного там не дал, а вот этот пришел, сразу ему теленка откормленного режешь. Это неправильно, это несправедливо. И опять же, что отвечает ему отец? Отец мог сказать вот я сказал, я так решил, так и будет. Он же сказал ему сын мой, то есть, он не отрицает, что он сын, он его все равно признает сыном, сын мой, ты всегда со мною и все мое твое. То есть, он говорит, ты наследник. Почему ты так переживаешь из-за козленка? Понятно, что если бы сын сказал, пап, дай козленочка, вот я хочу тут с друзьями порадоваться. Неужели отец мне такой зверь не дал? Да, дал бы, просто сын не просил и тот не давал. Просите и дано будет вам. Он говорит, ты мой сын и все мое принадлежит тебе. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, то есть, он для отца был мертв, потому что он ушел забрав все, признав своего отца мертвецом и ожил, пропадал и нашелся. Итак, мы должны понимать, что в каждом из нас есть два брата. В каждом из нас. с одной стороны, мы грешники. Когда мы согрешаем, мы ой, ой, отец мой, прости меня, я согрешил против Бога и людей, ну что ж, так, вот давай ты, пожалуйста, меня не наказывай. Но каждый из нас, когда он видит другого христианина или другого человека, согрешающим, в нем просыпается такой строгий судья. И он начинает говорить, так, да наказать его, давать его послать, да какое право он имеет, да мы начинаем осуждать этих людей со всей силой благородной, как будто мы такие праведники. Но мы неправедники, мы грешники. И нам об этом нужно помнить. И вот для нас вот эта притча и есть. И, что очень важно, смотрите, старший сын согрешил тоже тем, что он осудил своего брата, что он сказал, я в дом не пойду, он отвергся от своего брата. А, посмотрите, они от одного отца. От одного отца, они братья. Мы должны понимать, что все люди на земле, они от одного фактически отца, от одного создателя. Поэтому мы не имеем права вот так отвергать их. Да, мы должны стремиться делать все, чтобы эти люди, которые далеко ушли от Бога, которые похоронили его, которые сами умерли для Бога, чтобы они ожили и вернулись. И мы для этого должны, вот для этого должны прилагать все наши усилия. Именно для этого пришел Иисус Христос. Не чтобы судить, как нам очень нравится, а для того, чтобы спасать, находить и спасать погибших людей. И мы, как Церковь Иисуса Христа, к этому именно призваны. Поэтому надо отложить в сторону все орудия убийства всех этих нехороших людей и молиться за них, и свидетельствовать им, и благовествовать им, и спасать их, всячески спасать. Потому что если они получат спасение, если они воскреснут для Господа, найдутся для Него, это будет великая радость для нашего любимого Отца. Что больше мы можем сделать для Него? Да ничего, у Него все богатства. Что бы мы ни носили, мы не сможем удовлетворить Его, потому что Он все создал. То есть все от Бога, все Божье. Поэтому ничего материального мы Ему не можем сделать. Некоторые считают, и раньше фарисеи так считали, сейчас христиане считают, что они оказывают Богу величайшую услугу и величайшую радость тем, что они поют прекрасные гимны, тем, что они Его прославляют, тем, что они молятся Ему со страшной силой часами, десятилетиями они стоят на коленках и молятся Богу. И вот, наверное, Бог страшно сидит и радуется, что сын мой ничем не занимается, а только молится мне. Дорогие мои, все должно быть в меру. мы должны понимать, что этим мы не служим Богу. Мы должны служить людям, мы должны служить нашим братьям, чтобы нашими молитвами, чтобы нашими прославлениями, чтобы нашими делами привести их, вернуть их к нашему Отцу, чтобы они спаслись, и тогда мы должны радоваться, не огорчаться. вот этот сволочь такой был негодяй, такой подлец был, убийца был, и вот его Иисус принял и взял его в Царствие Небесное, а вот этот вот, он столько воровал, столько отбирал, и вот он покаялся, и умер, и попал в Царствие Небесное, да ни за что, да нет, нет, радоваться надо, вот эта притча говорит нам, что нам надо радоваться за каждую спасенную душу, и за каждую душу нам надо воевать. Мы иногда проходим мимо каких-то людей, которые нам очень не нравятся, и даже думаем, ну вы не думаете, я иногда думаю, не дай Бог, Бог обратит внимание на этого человека, этот человек покается и спасется, он же в Царствие Небесное попадет, пусть лучше он в Царствие Небесное попадает, пусть он лучше куда-нибудь идет в ад, потому что я там приду в Царствие Небесное, и вот это вот здесь мне портило настроение физиономия, а еще и в Царстве Небесном в Вечности он будет там рядом со мной тереться. Господи, не допусти, не допусти, пусть будет справедливость восторжествует, и пусть этот человек попадет куда-нибудь подальше от меня, и вот этой молитвой может быть я себя отправляю куда-нибудь подальше, откуда и ни этого человека я не увижу, ни Бога не увижу. Поэтому надо быть разумными и глупостей не допускать. Давайте прославим нашего Господа. Подальше «Подальше» oto «Подальше» «Подальше»